Дон Дон Дерри, вы на канале Яси Дерри. Всем привет, привет, меня зовут Яся и сегодня я снимаю видео про Инстаграм. Кстати, кто не подписан на мой аккаунт, вот мой ник, обязательно подписывайтесь, я вас там очень сильно жду. Раньше свой профиль в Инстаграме я вела в темном стиле и вы мне очень часто задавали такие вопросы по типу, где обрабатываю, как обрабатываю свои фотографии. Сейчас же я веду свой профиль намного ярче и вы продолжаете у меня спрашивать такие вопросы. Поэтому в этом видео я решила вам показать и рассказать, как я обрабатывала и как обрабатываю мою свои фотографии в Инстаграм. Стоп, 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 вы тоже это видите? Ма-ю. Что? Нет, я конечно все понимаю, 2006 год собаки, а я в этот год родилась. Но я не ожидал таких совпадений. Если тебе интересно, то оставайся со мной, потому что мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Когда я вела темный стиль, я обрабатывала фотографии в самом Инстаграме. Представляете, в самом Инстаграме. Давайте я вам покажу, как. Заходим в Инстаграм, нажимаем на плюсик, выбираем фотографию, которая нам нужна и нажимаем далее. Затем выбираем фильтр под названием Add in. Нажимаем редактировать и выбираем яркость. Яркость я понижаю от 20 до 25. Контраст я тоже понижаю от 20 до 25. Детали я делаю от 1 до 5. Тепло я понижаю от 15 до 20. Досыщенности цвет я не делала, но вы можете поэкспериментировать. Выгорание я делаю от 20 до 25. Высветление я делаю на минус 100. Тени повышаю от 20 до 25. Виньетку я не делала, но вы можете попробовать. Размытие я тоже не делаю. Резкость я делала от 10 до 15. И тадам, наша фотография готова. Смотрите, какая она была до, а какая после. А сейчас я вам покажу, как я на данный момент обрабатываю свои фотографии. Пользуюсь я двумя приложениями. Это PixArt и InShot. Итак, для начала мы заходим в PixArt. Нажимаем на плюсик и выбираем фотографию, которая нам нужна. Нажимаем на плюсик и выбираем фотографию, которая нам нужна. В PixArt я сейчас зашла только для того, чтобы отбелить себе зубы, потому что от перепадов света зубы становятся немного желтоватыми. И чтобы такого избежать, я нажимаю на украсить. Ищу вкладку отбеливания. У нас обрабатывается фотография. Приложение ищет наши зубы. Так как у меня на этой фотографии перепады света, приложение не нашло мои зубы, поэтому мне приходится их обуводить самой. А затем я регулирую само отбеливание, а то будет не очень красиво. Пропает. Все, теперь можно сохранять фотографию. Теперь мы заходим в InShot. Выбираем фотографию, которую мы с вами сделали только что в PixArt. Конечно же, если вам не надо отбеливать зубы, то вы не заходите в PixArt, а сразу же можете идти уже в InShot. Нажимаем на фильтры и выбираем фильтр под названием Skin03. Нажимаем на эффекты и выбираем эффект под названием Convex. Затем нажимаем регулировка и обрабатываем свою фотографию. Для начала мы с вами сделаем яркость. Так как эта фотография очень-очень светлая получилась, мы делаем немножечко ее темнее, совсем немножко. Затем делаем контраст, мы его немного повышаем. Тепло немножко понижаем. Краску немножко повышаем. Насыщенность повышаем. Дерегат цвета мы немножечко повышаем. Выделение немножечко понижаем. Тень немножечко повышаем. Цвет, оттенок и виньетку я не делаю. Резкость я немного повышаю. И шумы я не делаю. И сохраняем фотографию. Сейчас многие, наверное, задумались. Эта фотография как бы не похожа на то, что ты выкладываешь в Instagram. Мы еще не закончили обрабатывать. Снова заходим в InShot. Выбираем фотографию, которую мы с вами только что сделали. Нажимаем фильтры. Выбираем фильтр под вот таким названием. Нажимаем эффекты. И выбираем эффект под названием Convex. Все, наша фотография обработана. Смотрите, какая она была дома, а какая после. Ну а на этом все. Мое видео подошло к концу. И если оно тебе помогло и понравилось, обязательно ставь пальчик вверх. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. Ну а я с вами ни в коем случае не прощаюсь, потому что мы увидимся когда? Правильно, завтра. Потому что я снимаю видео каждый день. Поэтому да, до завтра. Увидимся.